Исполнилось 74 года с того момента, как немецкая армия вторглась на территорию Советского Союза. День, когда началась Великая Отечественная война, теперь носит название Дня памяти и скорби. По всей стране прошли торжественно траурные мероприятия. Для того, чтобы молитвенно вспомнить тех, кто погиб в годы войны, жители Брянской области собрались на мемориальном комплексе «Партизанская поляна». Оттуда наш следующий сюжет. На богослужении, начавшиеся в 3,5 часа утра, пришли сотни людей. В памяти павших и выживших в страшные годы фашистской оккупации была посвящена их молитва. А также акция «Зажги свечу», участники которой возложили цветы к вечному огню. И ровно в 4 часа утра началась литургия. Многие из присутствующих вспоминали своих родных и близких, отдавших свои жизни в годы Великой Отечественной войны. Мои два деда воевали в войну. Они прошли всю войну. Два деда до Берлина. Поэтому отдать дань памяти обязательно надо. Для меня война началась в январе 1944 года. Я сам с 1927 года. Всех мужчин отправили на фронт. Всех. С колхоза, с нашего и совхоза рядом. Божественная литургия, прошедшая архиерейским чином, состоялась на месте, где в сентябре 1941 года был проведен общий сбор брянских партизанских отрядов, начавших отсюда свой боевой путь. По окончании литургии владыка Александр совершил заупокойную литию о вождях и воинах, за веру и Отечество на поле брани жизнь свою положивших. После чего обратился с архипастерским словом к собравшимся. Я уповаю на то, что и наша молодежь, взирая на героический подвиг предков, не задумываясь, встанет на защиту границ Родины, прежде всего помня не о своих личных выгодах, а о священном долге перед отчизной. Лесобрянщины – это места героического сражения свыше 60 тысяч бойцов и командиров партизанских отрядов. Уже 70 лет не гремят канонады в брянских лесах, и в мирном шуме деревьев слышится мелодия вечной памяти героев тех тяжелых боев.